итак всем привет сегодня речь пойдет о светодиодах а именно ну посмотрим автоматическое включение ходовых огней потом плавный розжиг с помощью платки и стабилизатор напряжения посмотрим тоже для светодиодов кто не смотрел прошлый мой обзор про машину обратите внимание оставлю в этом видео ссылку в конце не обратите внимание что одна из светодиодных глазах английских перегорела в чем суть суть в том что светодиоды рассчитаны на рабочее напряжение 12 вольт а в сети автомобиля у нас 13 и 6 тире 14 и 5 напряжения нормально и связи с этим жизнь светодиодов резко сокращается так как мы подаем больше напряжения для этого надо использовать самый простой стабилизатор напряжения это у нас идет транзистор и диод так это у нас будет стабилизатор так испытаем сейчас примерно что к чему эта платка у нас на плавное разгорание прошу сразу заметить что она маломощная если вы решили что-то большее запитать не только например плафон ангельские глазки еще что-то то советую использовать для данной схемы еще обязательно и так вот у нас что имеется и по поводу автоматического запуска на алиэкспрессе заказал такую вещь как блок ходовых огней ну то есть с данным блоком ходовые огни включаются сами не надо ничего мудрить с чего начнем начнем наверное все таки с плавного розжига давайте так плавный розжиг сразу говорю вот есть компоненты можете не запоминать так как я оставлю ссылку на этот проект и на этот проект мы сейчас просто и проверим вот это все я брал оттуда до черты это у нас компоненты для плавного розжига вот эти все компоненты плюс односторонняя плата ну не плата как она называется заготовка с медным покрытием обошлось не 300 рублей я слегка по ним помониторил на алиэкспрессе все будет а можно было за эти же деньги заказать на 5 таких комплектов за те же деньги и так же хочу обратить что вот этот стабилизатор тоже у нас то скольки же он тоже новомощный у нас не помню читайте по ссылочке перейдете на драйв вот это и вот это читайте так ладно поехали используется у нас в планом розжиге два транзистора диод конденсатор и резисторы с помощью конденсатора и резистора r1 мы можем управлять плавностью розжига ну скажу уже сейчас что как она разжигается сейчас это вообще нормально это мне даже дорабатывать не надо но вдруг кому-то надо чтоб еще дольше там уже мудрите сами не знаю далее схема будет по ссылке схема будет по ссылке ну в принципе за час мы соберем надо с тем будет по ссылочке нам все разжевана все показано как лежит как уже есть макет платы просто травим и все ну я собрал за полчаса примерно сначала нам на макетной проверил в том же собрал печатным там с обратной стороны конечно же все потому что не травил и просто начертил карандашом дорожки также как на плате а потом разделил контакты чтобы не соприкасались так ладно давайте перейдем к подключению и немножко объяснить там принципе все спасими есть и так что мы имеем имеем пять выводов серый вывод крайне это у нас основной минус также он заправили с минусом светодиодные элементы то есть это очень минус считается он постоянно минусом далее у нас имеется постоянный плюс и рэм уже идет управление на включение ну давайте подключим подключаем минус к минусу соответственно и плюс к плюсу 12 вольт лента у нас уже припаяна к выводам и остается у нас один провод управления включения лента у нас подключаем светодиодная примерно сантиметров 60 это подаем плюс на нашу плату как видим светодиоды разожглись убираем плюс и светодиоды газом еще раз подаем плюс идет розжиг с задержкой в секунду и отпускаем и вот такой у нас получается план на розжиг хочу напомнить что плата маломощная для розжига например мощных ходовых огней также на ходовые огни на такие именно оставлю ссылку светит очень ярко здесь 6 диодов по 3 ватта с линзами прикольная вещь алюминиевый корпус мощный чтобы для розжига данных огней надо использовать самым простым там ампер на 30 еще раз включаем разжигается выключаем тухнет простейшая плата собирается за полчаса если и не травить не вытравливать плату саму для сборки данной платы посоветую тем кто не умеет травить так как я например ну смысле я тоже не умею травить кто не умеет травить платы посоветую макетную плату сейчас рисуночек посоветую такую макетную плату которую вы можете просто припоем соединить дорожки и в принципе у вас получится то же самое и еще я срисовываю с оригинала то есть с той платы которая напечатана эскиз платы был напечатанный я бы если делал сам так наверное наполовину бы уменьшил данную плату что будет намного компактный ну давайте перейдем к стабилизатору к нашему самодельному также стабилизатор есть на алиэкспрессе ссылочку оставлю стоят там копейки не знаю сколько это вышло но рублей может 40 там за эти же деньги вы можете купить рублей за 50 3 амперную 5 амперную с регулятором напряжение тоже удобно например если у вас ангельские глазки декоративные ну то есть они вам не для освещения там не обязательно ставить например 12 вольт можно поставить вольт 10 вы потеряете немножко в яркости вообще чуть-чуть по их потеряете в яркости но зато они вас проработают намного дольше чем могли бы и так давайте возьмем макетную плату у нас дорожки идут вот так соответственно вставляем наш транзистор диод стороной пропускной не далее нам надо первая ножка у нас это вход на вход мы ставим диод диод так это у нас будет оранжевый провод это будет входящий плюс далее у нас средний это минус общий вставляем фиолетовый на минус и давайте желтый на выход плюса так желтый это у нас выход плюса наш уже и начинаем тесты ну как просто так быстренько сейчас для измерения входного и выходного тока используем наш мультиметр на постоянный ток смотрим приставляем плюс приставляем минус и наше напряжение составляет 12,7 далее у нас все это проходит через схему плюс минус у нас общий и на выходе данного стабилизатора мы получаем 11,2 прошу заметить что если бы у нас напряжение входное было бы в районе 14 то здесь было бы в районе 12 вот в принципе все что хотел показать ну давайте еще перейдем к китайскому чуду извиняюсь что не смогу показать точно как работает но скажу сейчас один из минусов да еще кстати данный стабилизатор вы можете просто припаять вот так вот у нас получится вход не забудьте минус вход общий и также выход средняя ножка это будет и вход и выход минуса и крайний выход плюса уже такая простейшая схема по моему наверно тоже до 3 ампер она может меньше все вспомнил до полутора ампер вот эта схема до полутора ампер здесь мы имеем пред на 3 ампера что нам говорит что нужно подавать не больше 30 ваттных ламп советую вот на такие ходовые огни такие штучки 2 покупать как минимум так плюс плюсу минус к минусу что мы здесь получаем здесь получаем косу здесь у нас плюс и минус как утверждают по схеме можно прямо от аккумулятора подсоединять также он защищен провод предохранителем и желтый провод это у нас провод габаритов то есть когда мы подключаем желтый провод к габаритов короче когда появляются плюсы на желтом проводе у нас ходовые огни автоматически притухают из минусов хотел бы отметить при работающем двигателе через желтый провод появляется рябение диодов то есть они начинают немножко моргать связаны наверное с малым вольтажом скорее всего но не советую короче ставить подключать эти габариты если уж горят у вас допустим горят все таки и второй минус как я понимаю что остается на конденсаторе запас энергии либо импульс на ее включает то есть когда поворачиваете зажигание у вас все равно зажигаются ходовые огни на буквально секунд на десять потом они потухают и в принципе работают нормально это тоже я поднес к минусу скорее всего прикиньте неправильно примотал плюс к минусу сейчас бы за одной проверили бы так у нас появился плюс импульс пошел они загорелись сейчас пройдет время и так как у нас вольтаж в системе меньше тринадцати вольт светодиоды потухнут все светодиоды потухли ну вот этот импульс включает их там буквально на несколько секунд далее и пока у нас не появится на аккумуляторе тринадцать вольт ну выше тринадцати вольт как указано здесь наше ходовые огни не включится не знаю с габаритов включится не включится сейчас попробую да включается с габаритов в принципе принудительно и есть небольшое мерцание ну на камере че тут вообще жесть но они очень ярко светят поэтому такая получается рябение камера все в принципе парни штуку советую но попробуйте подключить сначала чисто к аккумулятору и посмотреть будет ли у вас на работающем двигателе мерцать если будут не советую габариты подключать а так в принципе ВИЧ работает стоит рублей двести ссылка в описании ссылка на проекты стабилизатора и плавного розжига также в описании и че нибудь подберу на алиэкспрессе посмотрите по компонентам может в магазинах не будет таких все всем спасибо всем удачи всем пока